МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не обещать, а делать. Такого правила должны придерживаться все члены правительства и Акимы. Так кратко, но емко задал темпы и формат работы исполнительной власти глава государства в своей инаугурационной речи. А вот уже о том, что нужно усиливать регионы, и делать это опираясь на национальный план развития страны, президент напомнил Кабмину в начале прошлого месяца в своем ежегодном послании. Как правительство справляется с поставленными перед ним задачами, расскажем сегодня. С вами программа УКМЕД и ее ведущая Анна Абрамова. Смотрите в этом выпуске. Хороший план. Как правительство намерено развивать Мангестаускую область и каких результатов стоит ожидать. Вода для жизни и не только. Как и где будут строить новые и реконструировать уже существующие водохранилища и каналы. И вот о том, что правительство делает для стабилизации эпидемиологической ситуации и ценно-социально значимые товары, привлечения инвестиций и завершения уборочной кампании, а также улучшения других показателей социально-экономического развития страны, буквально вчера перед главой государства отчитался премьер-министр. И вот промежуточные итоги. За последний месяц заболеваемость ковидом в республике снизилась почти в два раза. Вакцинация продолжает набирать обороты. Первым компонентом привились уже порядка 7 миллионов 700 тысяч человек. Оба компонента получили уже больше 6,5 миллионов. К тому же решился вопрос с поставками вакцины Pfizer. До конца года Казахстан ожидает 4 миллиона доз этого препарата. Прививать казахстанцев начали и от гриппа. Отчитался глава правительства и о проводимой работе по привлечению инвестиций. Ну а в минувший вторник во время заседания правительства был утвержден комплексный план социально-экономического развития Мангыстаусской области. По поручению главы государства, стратегические документы такого масштаба и формата должны правильно сочетать специфические для каждого региона задачи с общенациональными приоритетами. Этот имеет свои особенности. С одной стороны, Мангыстаусская область – один из крупнейших центров нефтедобычи и промышленности. С другой – крайне сложное место для проживания. Хотя бы из-за практически отсутствующих крупных природных источников пресной воды. В то же время население региона растет. И задача государства – сделать все, чтобы жизнь местного населения улучшалась. Как продумали в том самом плане. Впрочем, обсуждением только лишь этого вопроса заседание Кабмина нынешней недели не ограничилось. Подробности у Кунсаи Курмет. 2,1 триллиона тенье правительство планирует инвестировать в развитие Мангыстаусской области в ближайшие 5 лет. На неделе в Кабмине обсудили социально-экономические перспективы региона, добывающего четверть всей нефти Казахстана. Государство планирует финансировать развитие целого ряда экономических и социально значимых направлений. Основной задачей на ближайшие годы в целом должно стать развитие нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики и других ключевых сфер. Несмотря на то, что и прошлые, и нынешние годы для экономики как отечественной, так и мировой были непростыми, к концу 2020-го Мангыстаусская область показала неплохие результаты. По его итогам, воловой региональный продукт составил больше 2 миллиардов тенье. Впрочем, на таком показателе роста правительство останавливаться не намерено. Кабмин планирует повысить ВРП региона еще на 32%, объем обрабатывающей промышленности на 43,3% и доходы населения до 40%, а также... На 80,7% будет повышен уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи. А 100% дорог будут приведены в хорошее и удовлетворительное состояние. Будет создано более 60 тысяч новых рабочих мест. Ежегодный поток туристов увеличится в 4,6 раза. А площадь жилья на одного жителя Магыстаусской области до 27,2 квадратных метров. Будет ликвидировано трехсменное обучение в школах. Одна из главных для региона тем – дефицит воды. На Мангшлаке, омываемом солеными водами Каспия, просто не существует крупных пресных источников в силу географического положения. Только в октав летние месяцы дефицит воды достигает 19 тысяч кубометров в сутки. О важности строительства опреснительных установок в области говорят давно. А буквально в конце прошлого месяца на необходимость срочного решения этой проблемы указал глава государства. Впрочем, теперь, когда у правительства есть план комплексного развития региона, опреснительные заводы будут построены согласно этому документу. Для обеспечения жителей региона питьевой водой будет построено 9 опреснительных заводов и установок общей мощностью 260 тысяч кубометров в сутки. Также будут построены и реконструированы 844 километра сетей водоснабжения и 949 километров водоцветения. Мангистанская область входит в четверку лидеров по уровню заработных плат в стране. Многие приезжают туда работать, оседают и создают семьи. А потому в регионе быстро растет и количество жителей, в том числе и школьников. Отсюда и повышенная загруженность школ. К примеру, сейчас 18 образовательных учреждений области работают в три смены. А дефицит ученических мест составляет уже 9,5 тысяч. И количество детей, судя по прогнозам, будет только расти. За последние пять лет контингент учащихся увеличился на 47 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшие пять лет их число достигнет 207 тысяч. В целом за пять лет планируется строительство 24 школ и 11 пристроек школам на 28 тысяч мест. Особенно важно строительство 10 школ в сельской местности, что позволит повысить качество образования на селе. В целом проект комплексного плана состоит из 214 мероприятий, направленных на решение основных проблем в секторе экономики, жилья и инфраструктуры, социальной сферы и экологии. Все это позволит увеличить объемы производства и создать порядка 60 тысяч новых рабочих мест. Второй, но не менее важный для обсуждения вопрос повестки этого заседания правительства эффективность использования водных ресурсов страны. Особенно в сфере сельского хозяйства, на которое в год тратится 15 из 90 миллиардов кубометров всех водных ресурсов. Потому-то глава государства в своем послании и поручил правительству разработать действенный план по решению водного вопроса. В ближайший пятилетний период предстоит принять меры по реконструкции 120 каналов и строительству 9 крупных новых водохранилищ. Кроме этого, необходимо на региональном уровне провести модернизацию, ремонт и обслуживание существующих гидротехнических сооружений, колодцев и скважин на пастбищах. Именно за счет реконструкции разрушенных каналов, которые уже составляют порядка одной пятой от трех с половиной тысяч существующих искусственных водных артерий страны, а также за счет постройки новых водохранилищ, правительство намерено восстановить орошение 600 тысяч гектаров сельхозземель. До 2025 года планируем поэтапно провести реконструкцию и восстановление 120 оросительных каналов в семи областях протяженностью 2300 километров. Это позволит довести орошаемую площадь до 2 миллионов 200 тысяч гектаров и снизить потери поливной воды на 800 миллионов кубометров ежегодно. На предстоящие пять лет запланировано строительство девяти новых водохранилищ для аккумулирования воды в объеме 1,7 куба километра. На эти нужды правительство планирует потратить 205 миллиардов тенге, что позволит снизить водную зависимость от соседних стран до 30% и ввести в сельхозоборот существенные площади орошаемых земель. Кунсая Курмет, Окумет. Впрочем, возвращаясь к вопросам развития Мангистаусской области, нельзя не сказать, что даже при нынешнем уровне развития нефтедобычи и промышленности экономический потенциал этого региона все еще раскрыт не полностью. И здесь важно понимать, что Казахстан уже взял курс на переориентацию от государства, существующего за счет сырьевой базы, к стране, процветающей в большей мере за счет перерабатывающей промышленности. И это касается даже региона поставщика черного золота и голубого топлива. Потому-то правительство по поручению главы государства будет развивать и сферу переработки. В промышленности предусматривается строительство газоперерабатывающего завода в городе Женаузен, завода по производству каустической соды, хлорсодержащей продукции на территории свободноэкономической зоны Морпорт-Актау, а также реализация 21 проекта по производству жидких лекарственных форум, химреагентов, трансформаторов и другой продукции. Нефть и газ, заводы и, конечно, пароходы. Город Актау, областной центр Мангистауского региона, расположен на побережье Каспийского моря. А потому ко всему перечисленному раньше можно добавить еще и потенциал туристического и транспортно-логистического кластеров. Что в правительстве, конечно же, тоже учли. Для привлечения отдыхающих в Мангистаускую область здесь построят целый курортный комплекс для туристов с любыми запросами. От пляжей и торговых рядов до этно-аула и оздоровительных учреждений. Ну а развитие транспортного и транзитного потенциала намерены реализовать через совершенствование местного аэропорта и морского терминала в порту Курык. И все это заставляет обратить внимание на тот факт, что вода – ценнейший и необходимый природный ресурс не только для человека. И даже не только для животных, птиц, растений и рыбы. В общем, всего, что мы понимаем под экосистемой, но и для экономики. Ни развитие агропромышленного комплекса и животноводства, ни запуск любого масштаба производств и строительства без воды попросту невозможны. Только вот Казахстан природными водоемами не слишком уж богат. А таких крупных, как Каспийское море или, к примеру, река Иртыш, и вовсе больше нет. Но это не значит, что государство готово ограничить всю жизнь населения и промышленность вокруг лишь природных водоемов, оставив другие земли пустынными. На территории Казахстана уже немало искусственно созданных водных артерий и водохранилищ. Впрочем, вскоре их должно стать еще больше. Подробности в материале Амира Саминбетова. Канал имени Каныш Садпайв – одна из крупнейших искусственных водных артерий республики, обеспечивающих водой не один регион. Благодаря этому уникальному гидротехническому сооружению существует Экибастузский электроэнергетический кластер, дающий почти половину всей вырабатываемой в Казахстане электроэнергии. Освоены угольные месторождения Карагандинского бассейна и добывается джисказганская медь. Работают заводы Симиртау, обеспечивая пресной водой Ертыша даже столицу Казахстана. Канал имени Каныш Садпайва по сути поддерживает жизнь огромного региона. Любая другая искусственная водная артерия – это тоже поддержка целого комплекса отраслей народного хозяйства. От растеневодства и животноводства до промышленности и градостроительства. В отечественной системе только орошение. Сегодня порядка трех с половиной тысяч магистральных и межхозяйственных каналов протяженностью больше 20 тысяч километров. Впрочем, часть из них находится в аварийном состоянии. И это необходимо исправлять. До 2025 года планируем поэтапно провести реконструкцию и восстановление 120 оросительных каналов в семи областях протяженностью 2300 километров. Согласно предварительным расчетам, общая стоимость полной реконструкции составляет 205 миллиардов тенге. Пока же реконструкция не проведена. Аварийное состояние оросительных каналов доставляет проблем не только людям, но и наносит урон сельскому хозяйству. Особенно это ощущается на юге страны, где ситуацию обостряет засушливый климат. И чтобы не погибало урожай, было чем напоить скот, фермеры Туркестанской области с помощью арыков получают доступ к поливной воде. Но вот проблема. В селе Кумкент этот подземный родник, который больше полувека обеспечивал жителей водой, пришел в негодность. Как видите, состояние нашего арыка очень плохое. Он весь покрылся дырами, а на некоторых участках вовсе разрушен. В результате часть воды до нас не доходит и утекает в никуда. Мы бы хотели выращивать больше овощей и кормовых культур, но из-за нехватки полива это пока невозможно. В то же время в некоторых регионах Казахстана нет и питьевой воды. И это несмотря на то, что в стране насчитывается больше 5000 водохранилищ. Причина опять же в срочной необходимости в ремонте гидротехнических сооружений, большая часть которых была построена еще в 60-х годах прошлого столетия. Впрочем, правительство планомерно решает эту проблему. За последние пять лет в эксплуатацию были сданы 15 проектов. Еще семь планируют создать уже до конца следующего года и оставшиеся 19 до конца 2025-го. В рамках национального проекта ЖСЛ Казахстан поддержано выделение 20 миллиардов тенге на реализацию 16 объектов. Для завершения реконструкции аварийных сооружений необходимы дополнительные средства в размере 10 миллиардов тенге. В результате реализация запланированных проектов приведет к аккумулированию воды до 1,2 кубометров и дополнительно снизит паводковую угрозу для 40 населенных пунктов. Чтобы улучшить ситуацию с запасами воды, по поручению президента, в течение пяти лет правительство планирует построить 9 новых крупных водохранилищ. Их возведут в Акмолинской, Западноказахстанской, Алматинской, Жамбылской и Казалардинской областях. На это государство выделит около 60 миллиардов тенге. Это позволит снизить угрозу паводковых явлений для 14 населенных пунктов, ввести в оборот около 200 гектаров новых орошаемых земель, создать более 20 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве. Для завершения разработки проектно-сметной документации дополнительно необходимы средства в размере 700 миллионов тенге, а также для реализации строительно-монтажных работ до 2025 года 47,4 миллиардов тенге. Таким образом, государство решает вводный вопрос. Результаты реализации запланированных правительством планов в полной мере будут видны уже в 2025 году. Амир Саминбетов, Наурсбайхурмангазин, Документ. Ну и к новостям о развитии сотрудничества правительства с международными организациями. В начале недели премьер-министр Оскар Мамин провел встречу с Анри Пупар Лафарджем, председателем Совета директоров французского машиностроительного концерна «Альстром», одного из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Эта компания работает на территории Казахстана с 2010 года и уже инвестировала в нашу страну больше 100 миллионов евро. Во время переговоров особое внимание сторон было уделено вопросу увеличения «Альстром» уровня локализации производства в нашей стране, комплектующих с 38 до 50% к 2025 году. А уже на следующий день состоялась встреча главы правительства с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия. Генсек высоко оценил проводимые в Казахстане реформы в таможенной и налоговой сферах и развитие трансграничной торговой инфраструктуры страны. С особым вниманием стороны обсуждали вопросы расширения сотрудничества в устранении транзитных барьеров, развитии электронной торговли, стандартизации процессов обмена таможенной информацией с зарубежными странами и дальнейшей цифровизации экспортно-импортных операций. Еще одна встреча с еще одним крупнейшим партнером Казахстана только уже в сфере нефтегазохимической промышленности. На неделе премьер-министр Оскар Мамин и председатель российского Сибурхолдинга Дмитрий Конов обсудили вопросы совместной реализации инвестиционных проектов в сфере нефтегазохимии, а именно производства полипропилена и полиэтилена. Совместное предприятие мощностью 500 тысяч тонн в год планируют открыть уже в начале следующего года в Атырау. А уже в средней перспективе стороны намерены построить завод по производству полиэтилена мощностью в 1 миллион 250 тысяч тонн в год. Ну и закончим выпуск кратким обзором рабочей повестки Кабмина прошлой недели. Прошлая рабочая неделя главы правительства началась с обсуждения вопросов развития культуры и образования во время заседания штаба по реализации дорожной карты предвыборной программы партии Нур-Отан. О проводимой работе Оскару Мамину доложили министр культуры и спорта Актуты Раимкулова и глава Минобразования Асхат Аймагомбетов. На заседании штаба с отчетами также выступили акимы регионов. Уже на следующий день состоялось очередное заседание Кабмина, во время которого обсуждались вопросы реализации проектов карты индустриализации, обеспечения пожарной безопасности в стране, состояние санитарно-эпидемиологической ситуации и уровень вакцинации. В тот же день премьер-министр встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в контексте дальнейшего углубления казахстанско-российских отношений. Оскар Мамин отметил, что сотрудничество двух сторон имеет большой потенциал развития в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферой, а также в АПК, промышленной кооперации и других отраслях. О развитии сотрудничества с зарубежными партнерами на неделе говорили и во время онлайн-встречи заместителя премьер-министра Романа Скляра с руководителями нескольких десятков крупных германских компаний. Участники видеоконференции обсудили вопросы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализации совместных проектов с немецкими вузами и высокотехнологичными компаниями в сфере профессионального обучения. А вот уже о сотрудничестве Казахстана с Сингапуром речь шла 30 сентября в Международном финансовом центре Астана, где премьер-министр ознакомился с обновленным мастер-планом развития нового города в Алматинской области – G4City. Планируется, что мегаполис будет состоять из четырех районов – делового и финансового центра, образовательного и медицинского хаба, промышленного и логистического хаба и зоны туризма и развлечений. Этому городу придан статус специальной экономической зоны. В тот же день в столицу Казахстана с двухдневным рабочим визитом прибыла правительственная делегация Российской Федерации под руководством заместителя премьер-министра РФ Марата Хуснулина. Во время встречи с Романом Скляром были рассмотрены совместные проекты в дорожной отрасли, вопросы реконструкции пунктов пропуска и унификации строительных норм Казахстана и России. А вот уже с головой казахстанского правительства Марат Хуснулин встретился на следующий день. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, промышленной кооперации, транзитно-транспортной и строительной сферах, а также реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне в рамках седьмого форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Уже на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым Оскар Мамин говорил об актуальных вопросах приграничного сотрудничества Казахстана и России в торгово-экономической и промышленной кооперации в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, транзита и транспорта, туризма и культурно-гуманитарной области. Кроме того, глава правительства провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов. Глава правительства подчеркнул особую важность проведения системной работы по сдерживанию цен на продукты питания первой необходимости и общей эффективной реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования. Такими были правительственные будни прошедших двух недель. Затем, как будет работать исполнительная власть, дальше следите вместе с программой УКМЕД. О событиях уходящего дня прямо сейчас расскажут мои коллеги из отдела новостей.